Эпилепсия Распространенное заболевание По оценкам ВОЗ примерно 1% населения Земли страдает от эпилепсии То есть это примерно 50-60 миллионов людей на Земле При этом риск заболеть эпилепсией до конца жизни Составляет примерно 3,5% То есть она может развиться у такого большого числа людей Примерно 10% хотя бы раз испытывали эпилептический припадок Но один раз, если и был эпилептический припадок Это не значит еще, что это эпилепсия Это может быть от другими причинами Все-таки эпилепсия это заболевание, при котором судорожные состояния Возникают неоднократно, регулярно Тоже некоторые общие сведения Что эпилепсия, она различается Может быть покальной То есть когда эпилептический очаг возникает в какой-то определенной области мозга А может быть генерализованной Когда эпилептическое вознуждение распространено по всему мозгу Но при этом Вот мы считаем, что если эпилепсия То человек падает и бьется в конвульсиях Это тоже не совсем так Ну то есть так и у него во всех случаях Бывает эпилепсия без конвульсии То есть это так называемая абсансная эпилепсия Когда у человека может быть измененное такое состояние сознания Или просто он теряет сознание на короткие промежутки времени При этом судорог у него не наблюдается Вот видите, может быть эпилепсия без конвульсии Ну и опять же все формы эпилепсии могут Они все взаимосвязаны Может из одной формы переходить в другую Например, вот покальная эпилепсия Она может вторично генерализоваться Начинаться эпилептический приступ может без всяких моторных проявлений А потом моторные проявления могут добавляться То есть очень большое разнообразие таких вот формы Ну вот от чего возникает эпилепсия? Тоже вопрос важный и до сих пор не совсем понятный Ну вот тем не менее прогресс в этой области он существенный То есть вот если в 1975 году примерно три четверти всех диагнозов эпилепсии Стоит так называемая идиопатическая эпилепсия То есть значит обусловленная чем-то То есть чем непонятно То на сегодняшний день уже Ну мы считаем, что лучше понимаем механизмы возникновения эпилепсии И тут уже есть более разнообразные диагнозы То есть это эпилепсии обусловленные какими-то единичными мутациями отдельных генов Эпилепсии связаны с различными сложными перестройками в зеномах Также эпилепсия может быть обусловлена Ну так называемая симптоматическая эпилепсия Которая обусловлена различными внешними воздействиями Среди которых это могут быть травмы, инсульты, инфекции Ну и различные другие причины Ну вот что еще в эпилепсии важно знать и помнить То, что однажды возникнув судорогены Они провоцируют дальнейший эпилептогенез и усиление самого заболевания Ну вот об этом еще в 19 веке неврологи заметили Ну вот Кулин Коверс Он сказал, что судороги порождают судороги Ну вот действительно судорожное состояние Приводит к различным изменениям в нервной системе Гибели нейронов А также возникновению различных патологических связей между нейронами Что ведет к эпилептизации мозга И в общем к дальнейшему усилению Дальнейшему усилению этого заболевания То есть заболевание это сложное И требует постоянного лечения Ну и вот несмотря на то, что Видите, с последними 70-ми годами Мы уже больше знаем в этом заболевании Ну естественно больше, чем в 19-м Тем не менее и сегодня до 30% случаев эпилепсии Не поддается медикаментозному лечению То есть задача по изучению эпилепсии Она чрезвычайно актуальна Вспомним цифры Я вам говорил, что примерно 60 миллионов человек у нас Страдает на земле от эпилепсии Значит примерно 20 миллионов людей Не получают на сегодняшний день адекватного лечения То есть естественно Ну и соответственно необходимо изучать эпилепсию Почему она возникает И в ее причине Также все патофизиологические механизмы С самой эпилепсией Ну вот что мы на сегодня знаем Как бы если в двух словах Какая у нас патофизиология Судорожное состояние Кажется, что все мы это примерно себе представляем То есть обычно говорят, что судорожные состояния Возникают из-за нарушения баланса Торможения и возбуждения То есть как для вас этот тезис знаком То есть либо у нас есть избыточное Синкционированное возбуждение Либо у нас наблюдается ослабление торможения Либо есть обе причины Ну и в общем-то в связи с этим У нас и соответствующие формы лечения Но оказывается, что это не всегда так и входит Доклад, в общем-то мы про это с вами будем еще говорить Но в любом случае В общем-то судорожные состояния Сопровождаются нарушением работы нейронов В нервной системе В центральной нервной системе И всегда мы, когда видим эпилитическую активность в мозге Мы видим так называемую Иктальную активность Ну или вот судорожную активность Когда нейроны работают очень синхронизованно То есть вот такие вот записи Мы можем видеть с вами от отдельных нейронов головного мозга Ну вот такое вот краткое Если убедение делать про то, что мы знаем Про эпилепсию сейчас Дальше я хочу перейти В общем-то к тому, как изучают эпилепсию Как это было, какие модели у нас эпилепсии были, существуют И что у нас есть на сегодняшний день Ну вот самые первые модели Которые были уже научные модели То есть не просто наблюдения Которые известны еще у нас с античности Были сделаны Джоном Кьюлинсом Джексоном Это известный английский невролог Который как раз занимался изучением эпилепсии Вот первое изучение эпилепсии Было проведено им на собаках Он изучал спонтанно возникающие судороги у собак И вот эти наблюдения за собаками Они достаточно долго у нас Эта модель была довольно долго Использовалась физиологами В общем-то до середины 20 века Эта модель использовалась И именно на этой модели Кстати, были разработаны методы Определения эпилепсии Диагностики эпилепсии по энцефалограмме То есть вот на этих моделях Впервые это было все изучено Значит, следующие модели Были предложены учеником Дэвидом Перье Значит, он уже с помощью электрической стимуляции Моторный сон коры У различных животных Изучал судорожные состояния Конвульсии Которые напоминали В общем-то, собственно Судороги у человека Ну и вот эти эксперименты На самом деле По электросудорожным Электросудорожные модели Они используются до сих пор Ну а даже от моей лаборатории Тоже это используют Я бы сейчас В принципе запущу Как это происходит Вот эта модель Максимального электрошока То есть вот вы видите Что крысит Чередушные электроды Под электрический ток И вот она Наблюдается Экстензия задних Конечностей хвоста Ну вот пока У крысы вытянуты Задние конечности Считается, что Вот это максимальный Электрошоковый ответ И именно так Тестируются С помощью таких моделей Тестируются Различные препараты Если препарат у нас работает То тогда Вот такого судорожного ответа Не наблюдается Тогда вот вытягивание Задних конечностей Не происходит Ну вот Другие модели Которые использовались Тоже до середины В общем-то 20 века Они очень активно используются Модели на обезьянах Тогда Обезьянам очень Вскрывали череп И на Прямо на поверхность коры Наносили алюминиевую пасту Вот эта алюминиевая паста Вызывала Изменение функционирования Коры И приводила к развитию Эпилепсии У обезьян И вот интересно Что именно На этих моделях Были получены Первые Ну вот Морфологические Данные О том Какие изменения Происходят При эпилепсе Да Какие механизмы Вот этих изменений При эпилепсе То есть Такой вот Исторический Экскурс К моделям Что же у нас Используется Сейчас Да И почему Необходим Нам Сравнительный Подход Для Изучения Эпилепсии Ну вот Если мы хотим Изучать Эпилепсию На животных То Каким требованиям Должны отвечать Наши модели Давайте Вот так Попробуем С вами представить Ну во-первых Понятно Что Модель эпилепсии Должна Воспроизвести Патогенетические Механизмы Эпилепсии То есть Она Должна Быть адекватно Самому Судорожному Синдрому И естественно Так как Эпилепсия Это очень Разнообразная Это группа Разнообразных Заболеваний То и Вот эти Модели Как мы понимаем Сами Они тоже должны Быть очень Многочисленны И разнообразны Чтобы воспроизвести Каждый Конкретный Синдром То есть Первое требование Любой модели На животных Это то Что модель Должна Обладать Конструктивной Валидностью Значит Ну другое требование К модели Так как модель Для изучения И поиска Лекарств То модель Должна Отвечать На лечение То есть Обладать Предсказательной Валидностью То есть С помощью Модели Мы должны Быть способны Найти Какое-то Новое лекарство То есть Не только Использовать То что уже Известно Но искать То Какие-то Препараты Новых Химических Классов Которые Могут Лечить У нас Эпилепсию То есть Это так называемая Предсказательная Валидность Модели Ну и Наконец Вопрос Который Может быть Менее важен Но тем не менее Он интуитивно Все его хотят Это то Чтобы Модель Повторяла Пенотипические Характеристики Эпилепсии То есть Когда мы говорим Как нам Нематоды Могут помочь Изучать Эпилепсию То у нас Сразу возникает Вопрос А какая же Эпилепсия У нематод То есть Поэтому Хочется Чтобы Модели Повторялись И какие-то Характеристики Суда То есть Была еще И очевидная Валидность Ну вот Если мы Вот эти вот Модели Характеристики Требования к моделям Предъявили То давайте еще Повторим разобраться Какие классы Моделей В настоящее время Существуют Ну во-первых Существуют Модели Просто судорожных Состояний То есть Когда у Здорового Животного Мы вызываем Судороги С помощью этих Моделей Очень удобно Изучать Механизмы Генерации Судорожных Состояний И можно Исследовать Противоэперитическое Действие Новых препаратов То есть Это классические Модели Модели Электрошопа Которую мы С вами уже Увидели Это различные Модели Хемоконвульсантов Используем Хемоконвульсантов Когда мы Даем с вами Скажем Антагонисты Гаммкорбической Системы Гаммкорбическая Система Это Тормозная Система И если мы Ее подавим То мы С вами Вызовем Перевозбуждение Да И Уполучим Электрические Прикланы Значит Другая Группа Моделей Это Получение Животных С предрасположенностью Судором Ну и вот здесь Ну и вот здесь Ну и хотелось Чтобы вы Седнали Что здесь В общем-то Наши исследователи Были пионерами В этой области То есть Лабораторией Викторе Викторовича Крушинского Еще В 1948 году Были Была получена Линия Крыс Которые Были Предрасположены Судором То есть Судорожили В ответ Наревские Звуки Причем Звон Ключей Ну или Другой Резкий Звук Мог вызвать У них Эклиптический Припадок То есть Такие Модели Тоже Очень Удобны Для Изучения Различных Действий 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 Различных Причем Причем Ну и Ну и Наконец Третья Третья Группа Моделей Которая Наверное Более Наиболее Интересна Для Исследователей Это Собственно Модели Эпилепсии Как Заболевания И здесь Опять же Есть несколько Подходов К созданию Таких Моделей Это Модели Киндлинга Киндлинг Это Такой Способ При котором Небольшие Действия Просудорожных Действий Либо Небольшое Действие Электрического Тока При Частом Повторении Вызывает Эпилептизацию Мозга И развитие У животного Собственно Уже Заболевания Эпилепсии Ну Так же Вот такое Развитие Эпилепсии Можно вызвать С использованием Различных Химических Агентов Как Пилокарпин Или Каинад Они вызывают Такие Тяжелые Судороги И после Некоторого Латентного Периода Через Несколько Недель У животных Уже Развивается И Спонтанная Судороги Ну и Наконец Следующий Подход Это Собственно Генетические Модели О которых Мы Сегодня С вами Поговорим Значит Первая Генетическая Модель Собственно Не совсем Эпилепсия Была Получена В 1957 Году Это Так Называемые Тоттеринг Майс Шатающиеся Мыши Вот Здесь Сейчас Видите Вот Они И в норме У них Поведение Такое Немножко Нарушенное Виде Она Так Ходит Немножко Неловко А После Стресса Ее Поведение Существенно Поведение Таких Мышей Существенно Менее Сотрудники У них Начинают Такие Клонические Клонусы Задних Конечностей Передних Конечностей Вот У этих Мышей Нарушена Нарушена Работа Кальциевых Канал Ну вот И считается Что Такие Мышки Имитируют Абсансную Эпилексию Человека Такие Такие Генетические Модели Эпилекси Чрезвычайно Чрезвычайно Разнообразны Но Скажем На сегодня Описано Более 600 Ну По одним Обзорам По другим Обзорам Более Тысячи Различных Метических Нарушений Которые Сопровождаются Судорожными Состояниями У человека Естественно Что Вот Такие Модели Разработать Столько Моделей Достаточно Сложно И как бы Вот Необходимо Ну то есть Как бы Нельзя разработать Одну модель Которую Повторялись Все эти Возможные Варианты Поэтому Для каждого Эпилептического Синдрома Нужны Свои Собственные Модели Ну вот Причем Получая Вот эти Модели У разных Животных Сравнивая Их Можно Выделить Некие Общие Механизмы Работы Нервной Системы Нарушений Нервной Системы При Эпилитических Припадах Которые Могут Позволить Нам Глубже Понять Эти все Механизмы Нарушений При Эпилепсии Ну и вот Из-за того Что Победитических Припадков Очень большое Количество Большое Разнообразие То Необходимо Использовать Животных Чей генотип Наиболее Хорошо Изучен Ну и вот Таких Изученных Животных На самом деле У нас Есть Несколько Одно Из первых Животных Которое Было Практически Полностью Исследовано Это Свободно Живущая Нематода Значит Ее Геном Был полностью Секвенирован И опубликован Еще В конце 20-го века Вот он Немножко Исправляется И Известно Что У этой Нематоды Примерно 38% Общих Генов Человеку То есть Несмотря на то Что она Вроде бы Совсем На нас Не похожа Но вот Генов Общих Довольно Много Причем Интересно Что Нервная Система Этой Нематоды Ну Как и все Клетки Этой Нематоды Полностью Описаны Описаны Все связи Нервных Клеток То есть Вот известно Что у них 302 нейрона Значит А всего В этом Активизме 959 Клеток Ну Гермофродитных Вопросы Самцов Чуть-чуть Больше То есть У них есть Гермофродиты И самцы Вот И Удобны Эти Нематоды Тем Что У них Очень короткий Цикл развития Все геонезисты И можно Достаточно Хорошо С ними Работать Ну Вот Работать с ними Можно Но есть ли У них Эпилепсия Да Вот вопрос Возникает Ну и вот Вот Нет Небольшой Такой Мультик Вот Здесь Вот Эти Нематоды Свободно Поведение И вот Им Добавляют Конвульсант Пентилен Тетрозол Вот Посмотрите Как сейчас Они себя Будут Вести То есть Вот Судороги Полно Ну Как бы Там были Один тип Судорог Тут Видите У них Сокращение Только Переднего Конца Тетрозол Ну И вот Сейчас Будут Судороги Тонические Сейчас Чуть Дальше Вот Тонические Судороги То есть Здесь Нематода Уже Совсем У нас Не Не Шевелится То есть Да Действительно Судороги У них Нужно Вызвать И Уже Есть Целый Ряд Различных Мутаций В этих Нематод Которые Как бы В той Или иной Степени Напоминают Различные Генетические Мутации У Человек Зиотом При Эпилепсии Ну И вот Я говорил Что Можно Использовать Самых Разнообразных Животных Для Моделирования Эпилепсии То есть Начиная С Нематод У которых 38% Общих Генов Да Также Очень хорошо Изученные Животные Это Дрозофилы Все нам Известные У них Уже Число нейрона Существенно Больше Как видите Уже 100 тысяч Ну Человек У них Опять же Не так Много Общих Генов А вот Аквариумная Рыбка Данио Рерия Всем нам Хорошо Знакома Или по-английски Зибра Фиш Значит У нее Уже Примерно Три четверти Генов Общих Человеков И нервная Система Значительно Сложней Хотя Вы видите По числу Нейронов На самом деле Не сильно Больше Чем У Человеков Грозофии Она Уже Гораздо Больше Напоминает Человека Ну И Конечно Следующее Животное Которое Опять же Наиболее Широко Используется Это Мышь У Мышки Обратить Ваше Внимание Еще Вот На Последнюю Колоночку Вот Как бы Мы Пока Пока Мы Студенты Пока Школьники Вот Эту колонку Мы вообще Не смотрим Суточное Содержание Животных Когда Уже Начинаем Работать В лаборатории То Оказывается Что Эта Колонка Она В общем-то В общем-то Самая Главная То есть Как бы Мы Как бы Мы Не хотели Только Как у нас Процент Общий Бен Наиболее Общие Формы Заболеваний Отличные Конструкции Аболитность Но Содержание Животных Оно Чрезвычайно Важно И Здесь Мы Видим Что Вот Эти Простейшие Животные Нематологы Дрозофилы И Далью Реррио Они Очень Дешевы В содержании И поэтому В качестве Модельных Животных Они Чрезвычайно Выгодны Ну а Другую Вот тут Колоночку Я тут не сделал Но она Тоже Тоже Важна И тоже Я хотел бы Ваше Внимание Заострить Еще на Один момент Что Это С какой Скоростью Животные Разводятся Да И Становятся Доступны К Эксперименту То есть Вот Если Мы Возьмем Нематологу То Это Буквально Четыре Дня То есть В течение Четырех Дней У них Идет Жизненный Цифр Ну вот Дрозофила Вот Тут Мне надо Что Кто-то Помог Ну по-моему Это Порядка Дух Дух Трех Недель Я боюсь Собрать Так Я В памяти Не помню Далью Реррио Тоже Очень Быстро Разъединяются И И Используют У них На самом деле Личинок Которые Опять же Можно Их В опыт Пускать Уже Буквально В течение Первой Миссии Ну У мышек Уже Соответственно Цикл Гораздо Долежит Ну вот Теперь Как бы Когда такие Общие вещи Мы с вами поговорили Как вот В реальности Можно использовать Эти модели Давайте посмотрим Вот Используя Вот эти Различные Модели На одну Из форм Наследственной Эфилепсии Очень тяжелое Заболевание На самом деле Синдром Граве Значит Или Тяжелая Меоклоническая Эпилепсия Младенчества То есть Вот эта форма Эпилепсии Она Не самая Распространенная Но достаточно Распространенная Считается Что она Встречается Ну Одного Ребенка Из 20 Или 40 Тысяч Ну Это Опять же По разным По разным Обзорам Значит Начинается Она С фибрильных Судорок Фибрильные Судороки Это значит У ребенка Поднялась Температура И Сопровождается Вот это повышение Температуры Судорогами Значит Ну Не надо думать Что если Судороги Возникли У ребенка При повышении Температуры Что это Синдром Дровы Нет Часто Часто Со всем С этим Синдромом Не связано Это более редкая Тяжелая Форма Обычно Фибрильные Судороги Не связаны С этим Синдромом Но Заболевания Потому что У этих При этом Заболевания Изменена Работа Интернейрона В тормозных Клетках Вот Тормозные Клетки Они Экспрессируют Особую Особую Форму Натриевых Каналов Потенциал Зависимые Натриевые Каналы Типа 1.1 Значит И вот Вот этот Синдром Связан С тем Что У таких Детей Таких Больных У них Нарушена Работа Вот Этих Каналов Соответственно Нарушена Работа Интернейрона И вот Поэтому Обычные Формы Когда Мы Пытаемся Умять На работу Нервной Системы Все Это Работает Довольно Ну а Другая Особенность Еще Этого Синдрома Дрове Что Известно Вот Сейчас Описано Опять В Обзорах До 600 Мутаций Этого Гена То Есть Различные Есть Дилеции Значит Изменения Только Одной Аминокислоты Изменения В общем Самые Разнообразные Нарушения Работы Этого Канала Описаны При этом Возникают Заболевания Различной Степень Тяжести И Как Считают Многие Авторы Вероятно И Различающиеся По своим Даже И Механизмам То есть Нарушение Работы Каналов Происходит По-разному И Соответственно Патоп Физиология Вот Этого Состояния Она Сильно Различается Ну и Вот Давайте Посмотрим Какие Модели Синдрома Дрова На сегодняшний День Существуют Ну вот Это Собственно Альфа Субединица Натриевого Канала Здесь Показано И Вот Тут Различными Значками Показано Где Какие Могут Произойти Мутации И Соответственно Какие Генетические Модели На сегодняшний День Существуют Ну вот У мышей Есть Три Достаточно Хорошо Изученные Модели Есть Модели На примере Дрозофил Есть Пример На основе Данио Ну и вот Давайте Начнем С мышиных Моделей Ну вот Три Модели Вот здесь Табличка Я не буду Вам Как бы Все Расшифровывать Как бы В общем Виде Скажу Что Три Различные Мутации Этого Гена Приводят К трем Различным По Фенотипу Нарушениям Ну вот Если мы Обратимся К электрофизиологии То Что мы С вами Увидим Давайте Постараюсь Пояснить Ротенечко То есть Здесь На этой Картинке У нас Спайки Показаны Потенциалы Действия Тормозных Нейронов При Различных При Различных Стиле Стимуляции По разному Стимулируем Естественно Чем Сильнее Мы стимулируем Тем больше Ответа Вот это У Дикого Типа Частота Нарастает Все нормально Если же Мы Посмотрим Больных Мышей То Мы Видим Что У них Частота Ответа Практически Не Изменяется Ну а Вот Если Мы Возьмем Другие Нейроны Возбуждающие Пирамидные Нейроны То Здесь Все В общем-то Нормально И у Других То Нарастает Частота Нарастает Сила Тока Увеличивается Частота Ответа Ну и Вот Если Так Вот Еще Все Более Более Упрощаем То Получается Что У Мышей У Мышей С Вот Эти Пикантным Геном Геном У нас При Увеличении Возбуждения В нервной Системе Что Получается Возбуждающие Нейроны Работают Все Активнее И Активнее А тормозные Нейроны Они У нас Наоборот Вот Выключается Частота Видите Уменьшается И Соответственно Баланс Торможения Возбуждения У нас Опять упростил Получилось Что у нас Все Старой Логики Система Значит Баланс Возбуждения Торможения У нас Опять же Смещен И Получается Что у нас Подникают Длительные Устойчивые Устойчивые Судороги Давайте посмотрим Что известно У нас Про На Модель Трозофил Значит Ну здесь В принципе Я про это уже говорил Что Все про Трозофил Известно Вот И Как у них Протекают Эти Судороги Значит Вот Посмотрите Ну мы говорили С вами Что у детей Эти судороги Возникают При повышении Температуры Вот здесь У нас Экспериментаторы Повышают Температуру И вот При тяжелой Форме У нас уже Все Мухи Засудорожили Да При более Мягкой Форме Тоже Мушки Начинают Судорожить И вот Они сейчас Практически Все Тоже Падают Падают Такое Судорожное Состояние И уже Дальше Не могут Не могут Двинуться Обратимо Да Обратимо То есть Если Если Температуру Понятить Они потихонечку Оживают То есть Здесь Вот Здесь Напоминаю Да Врочиненная Волитность То есть При синдроме Дрове У нас Должна Наблюдаться Судороги При повышении Температуры Видим Это мы Видим То есть Как бы Модель У нас В общем-то Неплохая Да Но вот Что здесь Происходит Как здесь Себя ведут Нейроны Давайте Посмотрим Опять же Здесь Немножко По-другому Приведены Записи Здесь Измеряли Ответы Нейронов Не при Разной силе Стимуляции Стимуляция Была Одинаковая Но Измеряли Ответы При Разной Температуре Значит Посмотрите Так Чтобы Сбоку Не Вижу Где Какая Температура А ну Вот Сверху У нас Идет Низкая Температура Обычная Комнатная А во Втором Ряду У нас Повышенная Температура И вот Посмотрите Что происходит Вот У нас Контрольные Животные То есть При любой Температуре Интеронероны Отвечают Ну Пачками Пачками Ответа Тут Коротенький Подписал Есть Спайклет Так называемый А вот Две Различных Мутации Более Тяжелая И Более Слабая То есть Что здесь У нас При низкой Температуре То у них И так Уменьшены Спайки А если Мы повысили Температуру То у них Спайков Практически Нет Более Того При Одной Из Мутаций После Того Как мы Перестали Стимулировать Нейроны Они У нас Все равно Остаются Деполяризованными То есть Они Переходят Вот Такое Состояние Деполитационного Блока И Остаются Долгое Время Вообще Без Возможности Дальнейшем Отличать То есть Вот такие Происходят Изменения То есть Смотрите Это Ответы Вот этих Нейронов Не сильно Отличаются По своим Биофизическим Механизмам От того Что наблюдалось У нас У У Мышей Значит Новозбуждающие Нейроны Те же Самые Примеры Вот Вы Видите Что Значит Контрольные Два Типа Мутации Значит При одной Температуре При другой То есть Никаких Изменей То есть Тут Все В возбуждающих Нейронах В общем То Все Похоже Хотя Механизмы Довольно Сильно Отличать Но Так Я Уже По Времени Заканчив Поэтому Кратко То Здесь Опять На кинетику Токов Натриевых Как Это Происходит Изменение У Здоровых И У Больных Мушек То есть Подаем Ток Натриевые Каналы Активируются И Затем Они Постепенно Инактивируются Но Есть Некоторые Такой Персистут Постоянный Ток И При Разных Температурах Это Все В общем То Действует Это Все У нас Совпадает У Мутантных Мушек Мы Видим Что У них Остается Вот Этот Ток При Повышении И После Действия Стимула Он Остается Как бы Полностью Нарушены Биофизические Характеристики Работы Каналов Ну То есть Вот Механизм Здесь Я кратенечко Прописал То есть Что При Повышении Температуры Деактивация Натриевых Каналов Интернеронов Происходит При Более Диперпорализованных Значениях Мембранного Потенциала И В результате Идет Постоянная Деполяризация Интернеронов И Изменения Их частоты Ответов То есть Вот Нарушение Работы Дервной Системы Происходит Ну И вот Получается Что Когда мы сравниваем Эти модели То У мышек И у мух В общем-то Не все Совпадает То есть Это конечно Вызывает Вопросы То есть Мышиная Модель Она Она нам Адекватна Или Но Полагают Что Она Адекватна Тому Что Некоторые Формы Синдрома Дровы Могут Ити Именно По Механизму Как У мух То есть То есть То Что Как У Мышей Это Другие Формы Синдрома Дровы Тут Еще Требуются Дальнейшие В общем-то Исследования Ну и наконец Еще Одну Модель Это Модель На Дайм Урадиона Зебрафиш По-английски Но опять же Судорожит Как судорожит Рыбки Давайте тоже Как бы Смотрим Здесь Вот я не нашел Видео С именно С болезнью Синдрома Дровы Здесь просто Судороги Вызванные Пенитерем Тетрозолом Это консульсант Который Мы вот Широко Используем В практике То есть Вот видите Что Контрольные Личинки Дани Уреги Ну Аккунивируется Спокойно Если Переплывает То Нормально А Судорожный Ну У меня уже Кончилось Видео Вы видели Да Как они Там Я Раскрою Как они В общем-то И Все Переплывания Значит И вот Поведение Личинок С различными Ну Как бы Контроли И Смутацией Посмотрите Вот здесь Просто Их Трекинг Как они Плавают По чашке Петра То есть Вы видите Что контрольные Обычные Личинки Они достаточно Малоподвижны То Личинки С измененной Работой Вот этого Натриевого Канала Они Судорожны Мечутся Ну Вот По этой Чашечке Чашечки Петра Ну И так Напомню Что Личинки Дами Урерио Они Уже По генотипу Большой процент Общих генов И механизм В общем-то Судорожных Состояний Не гораздо Ближе К тому Что мы Наблюдаем У человека Чем Кажем Мышиной Модели То На этих Моделях Очень часто Используют Обычные Можно проверить Как работают Антиэполитические Препараты То есть Ну вот Здесь Можно увидеть Значит Паттерны Поведения Личинок Да Как они Уведут себя А это Уже После После Применения Различных Препаратов То есть Можно Довольно Быстро Так как Эти Личинки Маленькие Можно использовать Очень малые Дозы Препаратов Быстро Протестировать Самые Разнообразные Лекарства Ну и Вот эти Модели Которые Мы с вами Сегодня Послушали На данью На мухах На мышах Они Стали Широко Использоваться В последние Годы И В общем-то Все было Хорошо Но тут Стало В общем-то Еще существенно Лучше То есть Буквально В последние Годы У нас Произошла Революция В молекулярной Биологии Ну и вы Наверное Про нее Все знаете Я хочу Все-таки Тоже в одном Слайде Заключение Озвучить То есть То, что Буквально В последние годы У нас появился Метод С помощью которого Можно Редактировать Геном Достаточно Просто Дешево Уже У Высших Животных Достаточно Легко Это делать У Дальнего Урея У мух У У шей Ну и Есть Данные Даже О том Что Можно Редактировать Геномии Человека Хотя Эти Работы Во многих Странах Запрещены Но В некоторых Странах Они уже Недутся Значит Это Использование Систем CRISPR-Cas Значит Эти системы Были обнаружены Впервые У Бактерий И Они Считаются Что Функция Этих систем Создание В общем-то Адаптивного Иммунитета Когда Бактерии Как бы Свой геном Вставляет Участки Геном Чужеродного Генома Для того Чтобы Встретив Вот Бактерия Фага Встречая Фага Они могли Его легко Узнать И уничтожить Но Оказалось Что Эту Систему Буквально В середине 2007 2008 Год Опубликованный Механизм Исучен Механизм Работы Этой Системы И Вот Уже Буквально Несколько Лет Назад Получены Первые Данные О том Что Механизм Можно Использовать И для Работы С геномом Позвоночник То есть С работы Можно Редактировать Этот геном То есть Сейчас Если Мы знаем Какие Генетические Нарушения Существуют У нас При том Или ином Эпилитическом Синдроме Особенно Если Это Точечные Мутации То Мы Можем Достаточно Просто Генерировать Генетическую Модель На Скажем На Данио Рерию Потому что Они Достаточно Близки И удобны В использовании Ну и Соответственно Мы можем Тестировать Новые Препараты Которые Могут Быть Полезны При Лечении Эпилепсии Ну а Здесь Я Картинку Соорудил Из разных Источников То есть Химики Синтезируют Новые Вещества Значит Используя Наш Новый Подход С изменением Генома Мы можем Создать Генетическую Модель На Данио Рерию И протестировать Огромное Количество Препаратов Быстро Достаточно Дешево Значит И подобрав Какие-то Перспективные Вещества Мы можем Уже Использовать Их На Традиционных На крышах На мышках И В общем-то В дальнейшем Уже Используя Эти методы Можем Вести И В общем-то Клинические Исследования То есть Вот Такой Сравнительный Подход Как бы Начинался Он В 19 Веке Но И сейчас В 21 Веке Мы Существенно Шагнули Вперед И вот Сейчас Живем Такую Можно сказать Революционную Эру Что есть Надежда Что Лекарства От эпилепсии Будут Для многих Форм Найдены И Если Если Сегодня 30% Форма Эпилепсии Не лечится То Может быть Лет Через 10 Этот Процент Будет Пониже Спасибо 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 Эпилепсия Которая Которая Будет Вызываться У животных Ну Имеется Допустим Крыси Или Выше С помощью Иммунизации Фрагментами Вот этих Неплеточных Петель Этих Рецепторов Что И в данном случае Комбинации Этих Будут Способны Показать Различные Формы Эпилепсии У нас Получится Мощная Линейка Таких Собственно Форм И В данной Ситуации Нам придется Уже Адекватно С этой Модели Искать И средства Для ее Лечения Поскольку Действительно Многие Препараты В данном случае Априроль Будут Неэффективны Как Вы Относитесь К таким Аутоиммунным Моделям Что Мы Такую Модель Делали На Картильном Рецепторе Получили Очень Интересные Адектаты В общем Спасибо За вопрос Действительно Эпилепсия Она Очень Гетерогенна По своему Происхождению Аутоиммунное Заболевание Это Прежде всего Наверное Рецептор Рынк Это Естественно Такая Такая Группа Заболеваний Среди Эпилепсии Существует Ну Вот Я сейчас С процентовкой Боюсь Соврать По-моему До 10% Это все Составляет И естественно Для этих форм Эпилепсии Нужны Именно Такие Модели То есть Сегодня Я немножко Акцент Сместил На другие Формы Формы Связанные Генетическими Мутациями Причем В основном Даже Больше С точечными Мутациями То есть Точечных Таких Вот Форм Эпилепсии Связанных С точечными Мутациями Тоже Много То есть Там До Модели Как я сказал Они Хорошо Помогают Предполагается Что здесь Сейчас Открылся Некое Новое Окно Возможности Можем Хорошо Двигаться А с аутоиммунными Заболевания Конечно Требуют Предложенный Вами Подход Скажем Модели Связанные С травматическими Формами Они требуют Опять же Другого Подхода Когда Надо Вызывать Неприск Травматическое Нарушение Работы Для каждой Группы Свои Модели Я тоже Травматические И все Что связано Допустим С новообразованиями Как правило Есть Деструкция Рецепторов Это Спасибо Какие еще Попросы Пожалуйста Агентин Владимирович У меня вопрос Практически А ведь Если Достаточно Большое Число Таких Заболеваний Имеет Вполне Конкретную Природогенетическую Тем более Моногенную То в отношении Медикогенетического Консультирования Сегодня Насколько Оно эффективно И насколько Оно Вахопрактично Вот этот вопрос Конечно Лучше Адресовать Медикам Но по обзорам Опять же Есть данные О том Что если раньше Не знали Что делать То теперь Генетическое Консультирование Широко Применяется Но проблема Еще вот в чем Вот скажем Вот этот вот Синдром Дрове Он Как правило Это все Мутации Денова То есть Как бы Они возникают В каждом Конкретном То есть Они чаще Возникают Заново Чем следует Сотрудитель То есть Вот такая Интересованность Но для этого Именно Синдрома И других Синдромов Там идет Наследование То есть Естественно Медическое Консультирование И генетические Тесты Но особенно На западе Они получают Все больше Распространение То есть Это все Доля Увеличивается Касательно Касательно Последних Мухслейдов Вот этот Ветод Когда Можете Гораздо Эффективнее Быстрее Дешевле Вмешиваться В Водочках Это касается Какие решения Датливый канал Это может быть Любая Решение А можно Меня Те мутации Которые Сказали Они были Еще до Этого Сделаны Они были Более Классическими То есть А сейчас Это последние Буквально 3-4 года Я думаю Сейчас Появятся И Как бы Можно И на Натриевые Каналы И на В принципе Любые Гены Редактировать Что Очень Интересно В качестве Мишени Там Одны И Как Рецепты Кстати Два Объекта Которые Были Включительные Это Дрозофила И Батона Они отличаются Огромным Разнообразием Клотоватных Лицепс Гораздо Больше Чем У нас С С Чем Левосемь Которые Определяют Даши Клотоватные Лицепс У них Это Гораздо Больше И поэтому Некоторые Из них Никакого Отношения К Мерной Системе И Тут Можно Разобраться Какие Жен Слышны Баси У них Это Вношения К Существует Да Ну вот Я вижу Что сейчас Практически Это Революционное Явление То есть Что Мы Можем Редактировать Достаточно Просто Геном То есть Раньше Этого Не было То есть Это Конечно Перспективы И К лечению Наследственных Заболеваний Просто Сейчас Поэтическим Соображением Ну вот Такое Прямое Редактирование Генома Большинством Людей Отрицается Но Если Какие-то Изменения Положения То Вот эти Технологии В нем Будут Разработаны Буквально Ближайшие Ну Десять лет Наверное У нас Северинов Вторую Лекцию Читал Именно Паин Ну вот Так что Я На самом деле Это Неполгое Заболевание Кипроза К использованию Дупликаций Несколько Дупликаций Остается Остается Основные Гены Которые Были Появляется Огромное Количество Уважаемые Коллеги Позвольте Мне Несколько Комментарий Моя Фамилия Позлеев Я В течение Долгих Долгих Лет С С С С С С С 18 Лет Под Уголовством А Потом Уже Позже И Вот Что Мне Хочется Сказать Замечательному Юному Начинающему Городному Исследователю В этой Области Первое Нельзя Похожеть С Делексией Смят Человека С Развитием Этого Циндрома С Каким-то Отдельным Каналом Почему Потому Что В каждом Случай Участвует Вся Нервная Система Все Удома Энергические Гауф Энергические Питки Энергические Моноэнергические Системы Все Они Включаются В Сложнейший Симфонический Оркестр Концов Найти Там Сложно Но Принципиальное Положение Обнаружить Все Такие Моноэнергические Безусловно Моделирование Для поиска Эффективной Терапии С помощью Генных Каких-то Вектор Вектор Моделирование Моделирование Эффективной Моделирование Если это Блокатор Натриевых Каналов Что происходит А происходит Весьма интересное Забытие Если Памипулировать Дозировку Если Дозировки Небольшие Животные Чувствуют Себя Прекрасно Если Они Достаточно Высокие То При Длительном Применении Животные Делятся Над Игруху Одни Начинают Прицеп Судорган А Другие Не Испытываются Дружные Составления Если Еще Повысить Дозу Наркотическая Ситуация Возникает На разовую Дозу Они Просто Засыпают Каков Механизм Почему Это Все Происходит А происходит По одной Скромной Причине Когда Доза Достаточно Для того Чтобы Погасить Так Называем Персидент Топ В Натриевых Каналах Тогда Можно Ожидать Положить Нужье Но Когда Доза Повышается И Начинает Блокироваться Натриевые Каналы Тех же Гамм Эргических Нейронов Нейронов Которые Ингибируют Глудомат Трогические Нейроны Получается Дезинхибиция У них Животные Начинаются Вбиться В судорогах Поэтому Вот Такой Вот Механизм Я Алексей Васильевичу Безусловно Предложу Диск На котором Достаточно Много Работ На эту Тему И Книжку Метод Энеротемиологических Исследований В Линейке И Может Быть Мы Будем Порой Контактировать Спасибо Вам Благодарю Спасибо Но Я Пытался Как раз Искать Что Нельзя Считать Как бы Один Канал Единственной Причиной То есть Я Вроде Бытался Сказать Что Это Может Быть Как бы Иницирующей Фактором Потом Механизм Всегда Очень Сложный Что Все Подключается Где-то Не Донес Я Сами Полностью Согласен Что Механизм Всегда Очень Одна Из Самых Грамматических Видов Эпилепсии Это Митокандиральные Заболевания Когда Вообще Каналы Перестают Работать Помпы Перестают Работать Потому Что Нет А У Нас Практическая Медицина В В основном Об этом Не догадываются Они Начинают Пользовать Противосудорожные Препараты Которые В основном Являются Блокаторами Любых Каналов Включая Натрибы В результате Убивают Прежде всего Детей Потому Что Митокандиральные Заболевания Чаще всего Проявляются У детей Но могут И в 65 Так что В конечном Счете Эффективная Терапия Будущая Будет Зависеть Не только От ДНК Диагностики Совершения Но и От того Как Пациента Обследовали С метаболической Сороны И Как В этом Плане Патогенетическую Терапию Реализуют В этом Сейчас Я думаю Сейчас Достигла Критической Массы Информации Из точных Наук Она пытается Сейчас Внедриться В практическое Здравоохранение Получается Очень плохо Потому Что Сложно Это Все Воспринять Практикующему Врачу Тем более Что Он прошел То Образование Которое Было 10 лет 20 Тем более 50 лет Назад А это Царствовала Клиника Эмпирическая Медицина Она В основном Сейчас И остается Но Как только Фундаментальные Науки Внедрятся Достаточно Хорошо Можно Ожидать Сблеска Эффективности Терапию Этого Заболевания Спасибо Спасибо Алексей Васильевич Давайте Поблагодарим Докладчика Я В заключении Хочу сказать Что Наверное Наша Основная Задача Это Быть Хорошими Дирижерами В том Самом Оркестре Которым Сейчас Шаревич Потому Что Даже Один Плохой Скрипач Может Приспользить Весь Оркестр И Даже Несколько Более Сильный Взят Бетон Тоже Способен Использовать Все Произведение Поэтому Наша Основная Задача Это Как раз Найти Вот Эту Золотую Середину А Сейчас Я Оркестре Оркестре